Всем привет! С вами, как всегда, я, и сегодня я бы хотел рассказать вам о математике. Но не о самой математике, а именно о моём жизненном пути и как математика на него повлияла, как я изучал математику в общем. Вообще математика — это, конечно, важная наука, благодаря которой сделано много открытий, достижений. Но к теме ролика перейдём. В общем, начну я с того, что я не ходил в детский сад. Я сидел с бабушкой и дедушкой, и дедушка, видимо, решил надо мной опыт, так скажем, поставить. И, в общем, обучал меня математике, и, в принципе, у него это неплохо получалось, и у меня это неплохо получалось. Когда я шёл в школу, я уже знал таблицу умножения, естественно. Первый, второй класс для меня был очень скучен по математике, потому что я, в принципе, всё знал, что мы проходили. Там, например, спрашивали 5 плюс 2, там какие-то карточки или палочки были, я поднимал. Весь класс смотрел, что я поднял, и следом поднимали. Ну, не весь, но практически весь класс этим занимался. Вот так вот, в принципе, и в третьем классе у меня также всё было хорошо, и в четвёртом классе я получил по одной четверти четвёрку по математике. Для меня это было очень плохо. Я не помню, почему так произошло. Вроде бы там какие-то задачи были, что-то у меня не сложилось, или, может, какая-нибудь контрольная. Ну, вот, в принципе, за все остальные четверти я получал пятёрки. Дальше пятый класс уже, мы ушли из начальной школы, и математика стала сложнее для меня. Наверное, максимально сложным предметом эта математика тогда была для меня. Ну, по всем предметам у меня всё же пятёрки были, но по математике были, так скажем, проблемы. Потому что, например, получаю три пятёрки, потом получаю три пятёрки, потом пятёрки, потом четыре. Вот так. Но всё же за пятый класс у меня по всем четвертям были пятёрки. По математике дальше шестой класс, и там вроде бы были четвёрки в каких-то четвертях, но за год всё же пять. Дальше седьмой класс, и там пошло разделение на алгебру и на геометрию. Геометрия для меня была попроще, по алгебре было как-то посложнее, но тогда я уже за все четверти, естественно, за год получил четыре. Но, в принципе, всё было также неплохо. В восьмом классе для меня стало уже сложнее и по геометрии, и по алгебре, и в четвёртой четверти по алгебре я получил три. Тогда я подумал, что, скорее всего, учительница просто это поставила для профилактики, чтобы я дальше больше старался. Хотя, возможно, нет, возможно, я тогда заслужил три. Хотя, кстати, помню, оценки тогда у меня были, ну, неплохие, действительно, по алгебре. Не знаю, почему так. В общем, перешёл я в девятый класс, и за первую четверть получил три. Тогда расстроился, подумал, что выше уже мне не вернуться, но, однако, за все остальные четверти я получил четыре. И, получается, экзамен после девятого класса по математике я написал хорошо на четыре. И, получается, в аттестате за девятый класс у меня четыре. Перешёл я в десятый класс, и там математика уже, в общем, ушло разделение. Ещё в девятом классе у нас просто математика была. Ну, естественно, изучали мы и геометрию, и алгебру, но предмет был один, математика. Вот, получается, перешёл я в десятый класс, и там всё для меня стало очень сложно. Очень плохо я писал контрольные за все контрольные за десятый и одиннадцатый класс. У меня два раза было три, один раз четыре, но тогда из-за того, что я сдавал базу, мне дали такую облегчённую контрольную. А все остальные контрольные я писал на два. Я не знаю, почему, возможно, умом я обделён, возможно, что-то ещё. Но самостоятельно я писал не так плохо, то есть три, четыре, вот, в основном так. То есть два я, ну, крайне редко по самостоятельным получал, а по контрольным почти всегда. А дважды я палился, когда писал контрольную по математике, что я списывал, то ли телефон, то ли какой-то листочек у меня был. Причём у нас тогда два класса сидело, я думал, так как два класса меня тяжелее вычислить, но, как сказалось, нет. Ну, получал я и у доски пару раз-два, например, когда по геометрии перепутал график, там нарисовал другой, мне сказали, что я дурачок, перерисую. Я не вспомнил, какой мы рисовали, опять что-то не то, мне сказал учительница, ну-ка принеси тетрадь, как ты домашнее задание делал, я принёс. Я, в общем, перепутал графики, мне сказали, я дурачок, вот тебе два за работу у доски, и вот тебе два за домашнюю работу. Ну, тогда, естественно, расстроился, но так иногда я у доски и пятёрки получал, и четвёрки. Вот так, получается, экзамен после одиннадцатого класса по математике я написал хорошо, из двадцати, ну, не хорошо, замечательно, из двадцати заданий я правильно решил восемнадцать, и, то есть, благодаря этому у меня в аттестате четыре по математике. Но, в принципе, ещё математика была в ВУЗе, получается, мы решали какие-то задания, естественно, я и где-то ещё половина группы, как попало, эти задания делали, плохо очень решали. Но потом нам сказали, семистровую контрольную пишем, кто хорошо напишет, тот получает за счёт, кто плохо, те приходят и заново решают. В общем, дело было так, что я из пяти заданий одно решил как-то, ну, решил, списал из интернета, и ещё потом просто написал ответ восемнадцать. Ну, просто мне восемнадцать лет было, и я решил, ну, пусть такой ответ будет. И каким-то образом мне сказали, типа, хорошо, у вас зачёт. Ну, отлично. Я, в принципе, был тогда рад. Ещё вот так вот расскажу, что такая история была. На лекции нас как-то учили решать какие-то задания. Я ничего не понял, когда мы на семинаре решали, ну, типа, самостоятельная работа была, я нашёл в интернете. Как решить, решил. Мне преподавательница сказала, типа, как ты так решаешь, мы вообще по-другому решали. Я сказал, что меня дед мой научил так решать. Ну, она, я не помню, поверила или нет, но суть в том, что я получил зачёт, и больше с математикой никак не связан. Но, в принципе, довольно честное видео с моей стороны. Это, в принципе, всё, что я хотел рассказать вам на сегодня. Всем спасибо за просмотр, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok